В список Тайм вошла дочка Синди Кроуфорд, 16-летний Кай Гербер, которая стала самой обсуждаемой моделью на последних неделях моды в Нью-Йорке, Милане и Париже. Отметили также и талант актрисы сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Девочке всего 13, а у нее уже несколько номинаций на престижные премии. 18-летний сын Дэвида Бекхама Бруклин, видимо, оказывает влияние на мир своими попытками стать фотографом. Детей Уилла Смита тоже не обошлись стороной, они отличились и в кино, и в музыке, и даже в моде. А вот самой старшей в списке оказалась 19-летняя актриса Эль Фаннинг. От влиятельных подростков перейдем к влиятельным женщинам. Журнал «Форбс» тоже любит составлять списки самых богатых и влиятельных. В этом году в первую тройку вошли Ангела Меркель, Тереза Мэй и Мелинда Гейтс. В списке самых влиятельных женщин мира также оказалась Анна Винтур, занявшая 27-е место. Вот уже 30 лет она возглавляет библию моды, журнал «Вок», и уходить с этого поста явно не собирается. Певица Бейонсе регулярно входит в подобные рейтинги, в этом году она заняла 50-е место. А поп-принцесса Тейлор Свифт оказалась на скромном 85-м месте. В Лондоне прошла премьера фильма «Убийство в Восточном экспрессе» – очередной экранизацией знаменитого романа Агаты Кристи. Решение провести первый показ картины на родине английской писательницы принял режиссер и исполнитель главной роли Кеннет Брана. «Предыдущие экранизации были чудесные, но мне кажется, с нынешней командой актеров фильм получился более мрачным и более эмоциональным. Он совсем другой». Светская хроника на последних страницах журналов точно пустовать не будет. На красной дорожке у входа в Альберт Холл звезд было предостаточно. Сияющая Пенелопа Круз, щедро раздававшая автографы. Грустный Джонни Депп, не нашедший в себе силы пообщаться с прессой и фанатами. Молодящийся Мишель Пфайфер и покоряющий Голливуд украинский артист балета Сергей Полунин. Премьера детективной драмы состоится уже на следующей неделе, 10 ноября. Карьера и жизнь Кевина Спейси продолжают рушиться прямо на глазах. Теперь в сексуальных домогательствах актера обвинили 8 сотрудников съемочной группы «Карточного домика». Компания Netflix уже успела заявить, что ничего не знала об этом. На этом кошмарный сон Кевина Спейси не заканчивается. Скотланд-Ярд начал расследование после того, как британский актер, чье имя не называется, обвинил Спейси в изнасиловании. Инцидент произошел около 10 лет назад в Лондоне. Сам Спейси продолжает хранить молчание.